78 лет преподает философию в лучших вузах нашей страны. Начиналось это с моего папы, который был капитаном первого ранга, который в 40-м году стал преподавателем Держинки, а потом получилось так, что он 8 лет преподавал в Севастополе, знаменитым, заведовал кафедрой в училище имени Нахимова. Потом его перевели сюда в Петерго, в училище радиоэлектроники, а последние 25 лет он преподавал в железнодорожном. И поэтому у нас получилась династия. Я тоже 50 лет преподавала философию в последние годы в Финеке. Мои сыновья сначала со мной преподавали, теперь они преподают в Герцена, являясь профессорами философии. И поэтому, но, помимо того, что мы всю жизнь преподавали философию, занимались наукой и так далее, а мои сыновья, кроме того, вот, кстати, Кирилл Яковлевич Кожурин, он является не только преподавателем философии, но он является уже довольно-таки известным писателем, который занимается очень важными проблемами, проблемами религии. У него опубликовано большое количество книг, около 20, которые посвящены старообрядчику. Есть у него церковь. То есть эта тема теперь стала популярная, стала доступная тема. И в «Молодой гвардии» он уже два издания издал. «Протокоп о вакуум», «Боярня Морозова» и «Осельный старообрядчик». Это надо поплавать его. Это два издания, которые прошло, потому что все это раскупается. Люди интересуются этим. Но, кроме того, он является и поэтом. У него несколько сборников психов, и мы попросим его сейчас нам представить свои стихии. Людмила, прошу вас буквально пару слов сказать о своем бюджете-риспедике, когда он участвовал в экспедиции Амунсона. Да. Наш родственник, папин дядя и папин крестный, был великим мореплавателем. Он участвовал в экспедиции Амунсона, когда открывали тортиду. Он тогда был молодым человеком. Жил он в знаменитой Архангельской области, в деревне Кушарика. И парламент норвежский, его единственного русского, пригласил в эту экспедицию. После того, как они открыли Антарктиду, он вернулся, и Русанов пригласил его поехать на Швицберген. К сожалению, в 12-м году, в 15-м году, да? В 13-м году, они поплыли туда, на Витязи, и он был капитаном Витяза. И он погиб... Геркулес только. Геркулес, ой, простите. Геркулес судно называлось, и они там погибли. Ему было всего 25 лет. Но он очень много сделал в то время для открытия нашей Арктики, и ему посвящены, в Архангельске посвящен музей, в котором собраны все документы. И директор музея написала книгу о нем. Потому что он, конечно, был человеком очень эрудированным, очень известным, и отдал свою жизнь нашей родине. В 25 лет. Вот это наш родственный папин. И потом, конечно, я так думаю, это сыграло большую роль в нашей семье, потому что я с детства слышала об этом. А, простите, я еще просто хотела немножечко, два слова сказать о нашем празднике петербургском, ленинградском. Я прожила 30 лет в знаменитом доме с Саламандрой. Знаете, что это за дом? Это Гороховый, дом 4, где жили великие люди в то время. Тогда жил Дунаевский. Жили родители Улановой, она приезжала. Софья Петровна Преображенская, великая певица нашего Малинского театра, Киркского театра. И мы детьми. Да, Боганова жила в нашем доме. И я помню ее, потому что, простите, мне уже 82 года. И я... Я написала об этом книгу года три тому назад. И подарила Саше эту книгу. Дело в том, что, конечно, я хочу сказать, что город наш уникальный. И еще два слова. Когда я раньше ездила за границу, а я училась на вечернем, и была секретарем комитета комсомола завода полиграфических машин. И мне разрешали ездить за границу. Давали мне эти самые путевки и так далее. И когда я возвращалась, то меня всегда спрашивали. Я помню, я по Дунаю плавала. Я и в Кобаке была, и в Кобаке. Где ты осталась? Где ты осталась? Люди почему-то считали, что раз ты побывал за границей, значит, ты можешь там остаться. И я говорила, в жизни никогда бы нигде не осталось. И не покинула наш уникальный город. Добрый день. Очень приятно выступать в этих стенах, учитывая историю и место. Я хотел бы представить три книги свои буквально последние годы. это «Царский путь» в 15-м году вышло. Здесь за 25 лет то, что я делал, стихи, вот эти вот изданы. Правда, у меня был перерыв. Практически 10 лет никогда не пристал. С тех пор занимался больше научной такой вот деятельностью. Но потом вот снова музыка мне вернулась. И вот уже в 17-м году я выпустил такой небольшой сборник «Нутренний замок». «Кармина» переиздание. Это уже тех стихов, которые 90-е годы написал. Но, наверное, рассказывать в себе делом доблаготатно на лучшую прочности. Я, наверное, из каждого сборника по одному стихотворению буквально представлю. Из тех, когда-то приходилось со сцены читать достаточно много. из сборника «Ворожия». Ворожи, да завораживай меня, ворожия, обрывайся ты, текущая, бегущая струя. То нечистая, причистая, бежит, течет вода, утекает золотистая кровавая руда. «Ворожи, да завораживай меня, ворожия, ты скорее замораживайся, кровушка моя. Солнце сходит белой глыбою, да сыплет соль в глаза. В океане белой рыбой уплыви, моя слеза. Ворожи, да завораживай меня, ворожия, по сиреневому сирену стрелять из ружья. Не забуду птицу вещью, железное перо жжет, палит и распаляет ярым пламенем нутро. В утробе огневицы, девы огненные семья, ворожи, да завораживай меня, ворожия. Такой был из сборника «Внутренний замок». Поэзия. Это сонет. По галереи смутных сновидений проходим мы и в мутных зеркалах мы видим только тени, только тени уже в иных живущих мирах. Тот звук и минутных наслаждений, что обратились в пепел, дым и прах, и лишь поэта чудотворный гений способен обессмертить их веках. Мне жаль, что ты лишь повод для поэмы, что не увяли наши хризантемы, а не успели даже расцвести. И в посвящении инициалы, что сделались теперь ничтожно малы, я буду соплёк, как пепел из горсти. более весёлая, жизнерадостная вина таврии. Написано оно было в 96-м году, еще, когда я впервые побывал в Крыму, и вот под впечатлением первой моей поездки было написано это тихотворение. О, вы, божественные вина, счастливый таврии моей, вас верно создала Афина, а не безумный Вакхлей. Вы, что огонь для саламандры, для бескрыленной души, о, сладостнейший сок, массандры, мои печали заглуши. О, вина белая сухая, вам жажду утолять дано, но ты креплённое вино, подобно огненной стихии. Ах, часто как в тени густой, в полночный час, и в час полдневный, мешаясь чистой водой, я усмирял твой пламень гневный. Так некогда сыны богов жар дьянинца охлаждали, но что обильных средь столов хрустально пенится бокале, не и покремный хладный ключ, лучистый пенится и бьётся, то новым светом из-за туч шампанское сверка льётся. Возможно, разве позабыть из всех хотя бы сорт единый, могу я бесконечно пить вас, вина солнечной долины. О, вина красная, едва сойдёт на землю тьма ночная, вы, как поэзии слова, течёте, сердце согревая, рубиновый прозрачный ток на солнце ярче заиграет, вина подобного глотов неисцелимых исцеляет. Лишь царственное каверне тебя затмит, о, Изабелла, когда я пил тебя во мне, душа я грезила и пела, о, вина розовая, в вас горит авроры луч стыдливый, покровы снявших в первый раз все вас познавшие счастливы. Божественной тевина, но над всей тавридой погребами царит мускатное вино, как зерц над прочими богами, оно, как слезы гелиад, лучица искрица блистает, и каждый каплей отражает лучистый гелиоса взгляд. Спасибо. Браво. Браво.